В свеженье глядит по будущим и влажен Раме Божьим обрящих глядща. В конце 90-х годов и начале 2000-х мы были свидетелями того, как происходило прославление новых святых Церкви Русской. И тогда же открывали для себя новых небесных покровителей, в том числе и в профессии. Так архиепископ Крымский Лука, прославленный в лике святителей, стал покровителем всех врачей-христиан, поскольку при жизни он был ученым с мировым именем, выдающимся хирургом, профессором медицины. И это уточнение имеет прямое отношение к нашему сегодняшнему уроку. Но предварить его мне бы хотелось двумя зарисовками. В те же упомянутые годы я работала в больнице и, узнав о судьбе святителя Луки, стала расспрашивать врачей, слышали ли они о таком ученом и знакомят ли нынче студентов с его работами. Оказалось, что нет. Фамилия Война Есенецкий им ничего не говорила. Неужели медицина о нем забыла, подумала я тогда. Но недавний разговор с молодым и успешным хирургом-стоматологом опроверг то мое предположение. От него я услышала настоящую оду святителю Луке Крымскому. Будучи человеком невоцерковленным, этот доктор с таким воодушевлением пересказывал мне судьбу архипастеря-хирурга и выражал такое горячее желание увидеть художественный фильм о нем, что я подумала, «Быть может, сам святитель позаботится о том, чтобы и этот его коллега вошел когда-нибудь в церковную ограду». Так как пошла в нее кандидат медицинских наук Нина Ильинишна Крылова. Сегодня она прихожанка храма во имя святителя Луки Крымского. А более полувека назад юная Нина Трушкина слушала проповедь ладыки в храме, его доклад на научной конференции, побывала вместе с ним в операционной. И ее рассказ об этих встречах иначе как уроком не назовешь. Сегодня мы в гостях у Нины Ильиничны Крыловой, большой почитательницы святителя Луки Крымского. Нина Ильинична в своей жизни имела счастье лично трижды увидеть святителя. И эти драгоценные встречи она свято хранит в своем сердце. И со временем они нисколько не поблекли. Сегодня Нина Ильинична охотно согласилась рассказать нам о святителе для программы «Уроки православия». Мы от всего сердца благодарим наших союзников из Саранска за эту встречу и за возможность таким образом почтить память святителя Луки. Ведь почитание святых в церкви выражается не только в молитвах, но и в благоговейном воспоминании их подвигов и дел с целью подражания им. Нина Ильинична, а сколько вам было лет? И где вы учились, когда вы впервые увидели святителя Луку Крымского? Мне было 23 или 24 года. Я была еще совсем молоденькой. Училась я в Симферополе, заканчивал Крымский медицинский институт. 45 по 50 год. И вот там я встречалась ныне святителем Лукой Крымским. При каких обстоятельствах это произошло? От нас, вы знаете, скрывали о том, что прибывший в Крым настоятель Лука Крымский, архиепископ, что он медицинский работник. Опасались, что мы, будущие врачи, будущие медики, будем интересоваться им, ходить на его проповеди, которую он читал. Поэтому от нас упорно скрывали, что приехал ученый и архиепископ. Мы случайно узнали. В нашей группе занимался Евгений Варшавский. Это священник Керченского прихода. Он хорошо знал о том, что приехал Лука Крымский, естественно, и знал, что он профессор хирургии, и знал, что это от нас скрывают. И вот он нам раскрыл эту тайну. И когда он рассказал о том, что он и ученый, и одновременно архиепископ, у нас родился такой интерес к нему. До того хотелось его видеть самим лично. Мы стали искать пути встречи с ним. Субтитры создавал DimaTorzok о бессмертии души, о нас за посещение его проповедей строго наказывали, вплоть до исключения. А мы все-таки решили сходить к нему. И несколько нас, человек из группы, пришли рано-рано, чтобы попасть к нему, потому что, вы знаете, его так люди любили, его тогда, наверное, считали еще святым. Столько людей было, ожидающих войти в церковь, даже все не вошли. Ну, молодежь у нас, мы прошли и встали рядом с алтарем. Прослушали мы его проповедь, все хорошо было слышно нам. И вот во время проповеди возникла такая мысль. нам показалось, что он немножко непоследовательный. Он ведь хирург сам. И прочитает, читает нам о проповеди бессмертии души, которую он никогда не видел, когда вскрывал грудные клетки. И мы решили задать ему этот вопрос. Мы написали ему записку и передали. После проповеди он открывает, ему передали эту записку и говорит, вот мне поступила записка. И судя по этой записке, я вижу, здесь присутствуют студенты-медики. Уважаемые мои коллеги, сказал он, я вполне с вами согласен. Я много вскрывал грудных клеток, души ни разу не видел. Но поверьте, я вскрывал не меньше и черепов. Разум я ведь тоже не видел. Вы верите в разум, а вы ведь его тоже не видите. Так почему же вы сомневаетесь в том, что есть душа? А ведь вот я вам скажу, вы верите все равно, что есть душа. Как вы о добром человеке говорите? Он добрый, душевный, сердечный. Вы куда душ-то помещаете? В сердце? Ведь в самом деле душа в сердце. А вы усомнились в этом. Теперь вы поверили мне? Ну, вот так я познакомилась впервые с будущим святителем, тогда еще архиепископом, просто Лукой Крымским. Нина Ильична, а вы тогда понимали, что перед вами святой? Или даже еще предположить не могли? Вы знаете, о том, что он необычный, о том, что он действительно несет в себе какую-то святость, было тогда еще видно. Ведь прежде чем идти нам на эту проповедь, нас предупредили, что к нему так много людей приходит, его уже сейчас считают святым. И к нему в церковь вы можете не попасть. Поэтому идите с ночевой. Но мы ночевать не пошли, ребята, у нас народ пробивной. Но явились мы часа в четыре. Вы знаете, паперть вся была усеяна людьми. Люди спали, на телегах там сидели, спали, просто на тротуаре. Ну, наши ребята подходили и просили, пропустите нас, пропустите, нас пропустили. И мы пробились в число первых и стояли уже у двери. И когда открылась дверь, вот мы тогда попали туда и оказались рядом с алтарем с ним. И вы знаете, вот это стремление к нему говорило о том, что он необычный. Я никогда не знала и не видела, что вы так встречали батюшку перед тем, как он придет читать проповедь, и чтобы так его, как святого, встречали. На улице осталось столько же. Люди через дверь слушали, как он читал. А вот в сам момент, когда он к нам обращался, вы знаете, вот мне кажется, он светился от того, что к нему пришли студенты. Он говорил, и вот у него такое лицо было, вот действительно, как бывает на иконах у святых. Нинавинч, на что вот в то время говорили о святителе Луке Крымском, Симферополе? Нам очень подробно рассказывал о нем его бывший ассистент Карташов. Он рассказывал интересные, буквально чуть ли анекдотические случаи. Он рассказал такой случай. Ну, за Лукой Крымским всегда кто-то наблюдал из чекистов. И вот его вызвали на разговор, но его только убеждали, чтобы он отказался от своей священности, от епископства. От сана. И ему обещали все. Если ты захочешь, тебе любую клинику дадут. Тебе любой институт дадут, тебе любую кафедру. Откажись только. А то, что хочешь своим чемоданчиком, а он всегда носил при себе весь операционный инструментарий. И он оперировал всюду, как говорил нам Карташов. Он оперировал и в доме, и на здравпункте, даже в камере он оперировал. У него всегда был с собой чемоданчик готовый. И вот он смеется над ним и говорит, ходишь ты с чемоданчиком, как за милостью, кого надо прооперировать. А там ты будешь оперировать беспрерывно. Ну, выслушал его. Лукокрымский, хирург, ушел от него, сказал, вы меня все равно не убедили. И вы знаете, волей случая, у этого чекиста развился острый аппендицит. А это было в Туруханской ссылке. Туруханск, это самая северная часть Красноярского края. В это время там Лукокрымский отбывал ссылку. Врача там у них не было. Это нужно в Красноярск везти с аппендицитом. Там только фельдшер. И вот фельдшер пришла к этому чекисту и говорит, ведь вас в Красноярск надо везти. А вы знаете, вас растрясет, привезет, у вас перитонит начнется. Так вы обратитесь, святитель Луккато Крымский, ведь он хирург, вы знаете, оперирует всех и вас прооперирует. И вот ему пришлось обращаться к человеку, которого он только что обысмеивал в этом, чтобы тот его прооперировал. И тот его прооперировал. И как? Операция прошла успешно? Ну, у него всегда. Кстати говоря, у него всегда операции проходили. Всегда, почти всегда проходили. Да. А этот чекист отношение к нему потом не поменял? Поменял. Он перестал его уговаривать. Но студентам мединститута хотелось не только слушать проповеди этого необычного человека, архипастыря и врача. Им хотелось еще и увидеть, как оперирует этот доктор. Ведь его заслуги в области хирургии имели общемировое значение. Он написал 55 научных трудов, получил сталинскую премию за выдающиеся заслуги в медицине. И даже неверующие коллеги признавали в нем хирурга от Бога. Будучи архиепископом, он продолжал оперировать, а среди студентов мединститута, где училась наша собеседница, шли разговоры, что делает он это совершенно необычно. Не так, как все. Им, конечно, хотелось увидеть его мастерство своими глазами. И нашей героине это удалось. Вместе с подружкой она попала на операцию, которую проводил святитель Лука. В тот день они пришли в больницу заранее и долго ждали его приезда. Подъехала машина, он вышел из машины, вид у него был такой, правда, усталый. Он поклонился всем и пошел, не останавливаясь. Ему по дороге стали рассказывать об этом больном. Он даже, вы знаете, в палату не зашел. Он говорит, мы сразу мне его в операционной привезите. Я знаю, о чем вы будете говорить. И действительно, ему, когда привезли его туда, он осмотрел, сразу стал распределяться. Но прежде чем начать оперировать, мы видели, он стоит в одежде священника, не снимает ее, только поверх ему набросили халатик и сверху шапочку набросили. Потом он прочитал «Отче наш», помолился. И все, кто там присутствовал, его помощники, и наркотизатор, и там нянечки, и ассистент, все тоже прочитали «Отче наш». После этого он перекрестил больного, сделал ему большой крест йодом на теле, что-то еще пошептал, и затем только начал оперировать. Во время операции вот мы обратили внимание, я лично обратила внимание, он делал очень большие разрезы. Эти разрезы получили название лампасных, как профилактику против вторичной гнойной инфекции и гнилостной особенно. Он делал очень большие разрезы. И вот здесь он сделал большой разрез и стал оперировать. И что интересно, он дважды к ранее одним и тем же инструментам не прикасался. Если он разрезал пинцетом, сделал первый разрез, он его сразу отбрасывал. Для продолжения он брал сразу другой пинцет. И дальше он только другим. И так до конца операции. Вот эта особенность мне запомнилась. И мы решили все-таки, этот вопрос я решила задать своему Карташову. И я спросила, я говорю, скажите, почему, когда Валентин Феликсович сделал операцию, он делал такие особенности. Он говорил, ну то, что он святитель, он не отказывается, поэтому ему и запретил Петр Петрович здесь оперировать, не снимая. А вот то, что он делает большой разрез, он его разработал, когда ездил на события в Порт-Артур в 1904 году. Там он как раз впервые встал у постели больного. В Чите они остановились, и туда с Порт-Артур привозили тяжелораненых. И вот там профилактика гангрены, это то, что приводило раненых, вы знаете, к смерти гангрены, не лечилось. Либо ампутация должна быть, конечности, или чего. И вот он тогда разработал так называемый лампасный разрез. Он делал огромный, широкий, глубокий разрез. Поступал кислород, гнилостные инфекции, гнилостные погибало, и осложнений не было. И он сохранял людям конечности, и не было повторных осложнений. И вот он здесь, его и применяет этот разрез. Что касается его инструментария. Он убежден, что инфекция очень быстро распространяется. Поэтому полностью стерилизовать поверхность кожи он не может. Полностью считать, что в воздухе нет инфекции, он не может. И если дважды прикоснется он, то больше шансов, что он эту инфекцию вглубь внесет. Поэтому он этот инструмент отбрасывает. И вот тогда мы поняли, что действительно это его особая манера оперировать больных. И вот я поняла, что он действительно необычный и хирург. Что он и хирург от Бога. Нина Виннична, это была ваша вторая встреча с Лукой Крымским. А вот третья каким образом произошла? Третья встреча была у меня, когда проводилась научно-практическая конференция врачей Крыма. Она была посвящена специально Луке Крымскому. Разрешили ему рассказать о научном пути для всех врачей, чтобы все врачи знали, что приехал в Крым ученый, чтобы знали о его трудах. Потому что они практичны и очень нужны в практической работе врачей. Эта конференция проходила в Доме Красной Армии. Человек на 400, на 400, наверное, рассчитанное. Туда приезжали только по специальному приглашению. Нас студентов не допускали. И вот спасибо опять нашему ассистенту Карташову. Он везде содействовал во всех мероприятиях у своего шефа. И он тоже там организовывал эту встречу. Он был инициатором. И он на свале опять Терещенко с этой девочкой, она от меня не отставала, провел на балкон, посадил на первый ряд. Нам оттуда все прекрасно было видно. Как раз дверь под нами была, через которую проходил профессор своего доклада. Вы знаете, ровно в 16 часов открываются широкие створки этой двери и входит величественный во всем одеянии архиепископа. Сзади его идут два священника в темных или, может быть, монаха в темных одеяниях, отступив шага на два. Вы знаете, когда он вошел, все присутствующие в зале встали. Все врачи, а там были и пожилые, и были молодые врачи, и интерны были. Все встали и склонили головы. Вы знаете, нам было прекрасно все видно. Вот было впечатление, что в зале стало светлее с его приходом. И вот мне показалось, что у него нимб над головой появился. Все стояли, и мы встали, конечно. Хотелось не только стоять, хотелось перед ним пасть на колени, хотелось прикоснуться к нему хотя бы, но мы не имели такой возможности. Все стояли, пока он не сел на свое место на трибуне. Доклад его длился примерно час. Он подробно рассказал свой путь, как он разработал, и впервые ввел на Руси местную анестезию. До этого только больные оперировались под общим наркозом. было много очень осложнений, от общего наркоза люди погибали. И вот он впервые узнав, что существует навокаин, разработал методику региональную, поступил в адвентуру и защитил тогда докторскую диссертацию. И вот этот метод местной анестезии распространился всюду. Тогда называли мы людей, которые давали наркоз наркотизаторами, а теперь наркоз общий не дается, и люди, которые занимаются анестезией, теперь они и называются анестезиологами. Это первое достижение, о котором он рассказал всем врачам. А затем он перешел ко второй части своего доклада, ко второму разделу. И он не постеснялся, сказал, что он работает в земской больнице, кстати, это было в Ардатове, к нему пришел на прием мужчина, извозчик, у него был карбункул на губе, и попросил его, чтобы он его прооперировал, чтобы ему нужно ехать в извоз. И он ему пообещал, через неделю ты поедешь. Он его обработал, а у него больной на третий день скончался. Это его настолько шокировало, и он пришел к мысли, что, по-видимому, инфекция распространяется с губы, наверное, прямо на головной мозг, потому что на вскрытии он увидел гнойники в головном мозге и менингит гнойный. Значит, инфекция непосредственно с губы сразу поступала в головной мозг, и он пришел к выводу, что инфекция распространяется не только контактным, но и каким-то другим путем. И вот он занялся тогда разделом изучения гнойной хирургии. Он подробно рассказал об этом. И потом он рассказал, конечно же, я не мог издать свою книгу «Очерти гнойной хирургии». Она у меня была готова в 30-м году. Я был архиепископом, мне настаивали, вот сам свой сними, тогда и книжку свою у нас издадим. И я ее решил послать за границу. У него отец поляк, у него были связи с Польшей, поляки проводили какие-то конференции медицинские, и он переслал свою работу за рубеж, она была опубликована на английском языке. И в Россию этот экземпляр 34-го года, он говорит, не поступил, потому что на английском языке здесь его никто не читает. Но ему прислали этот экземпляр. Что это дало ему? У меня, говорит, появилась уверенность, что я делаю то, что нужно. Дело в том, что его часто разошлась по западным странам, и на него появился такой восторженный отзыв. Писали, книга эта написана человеком с глубокими знаниями предмета, написана лаконично, грамотно медицинским языком, и великолепно оформлена. Эта книга достойна бессмертия. И хирург, который ее имеет, будет ее держать у себя на столе. А сам человек, который написал ее, достоин звания ученого мирового имени. Потому именно его называют ученый, мировой ученый. У нас есть лауреаты сталинской премии, есть заслуженные и профессора, и врачи, но никого не называют ученый с мировым именем. Так его назвала мировая медицинская общественность. Вот это он рассказал. А потом он сказал, я все-таки решил, и в России в 44-м году издали второй мой. Издали его таким образом. Мне опять не разрешали, потому что я священнослужитель. Да еще я и просил, чтобы написали на этой книжке, что я архиепископ. Эта книжка моя попала министру здравоохранения. Он ничего не мог решить, он обратился лично к Сталину и сказал, что нам делать с этой книжкой. Вот он священник, да еще и просит. Сталин ничего не ответил. Он сказал, если эту книжку вы издадите, я этому священнику премию назначу сталинскую первой степени за эту книжку. Вот покажите мне эту книжку. Ну он отказался от этой надписи, ну о том, что он священный, от священного сан отказаться все уже знали и согласились просто на том, что без указаний, что это архиепископ, издали в 44-м году. Напомним, встречи Нины Ильиничны со святителем Лукой состояли в середине прошлого века, когда она была еще студенткой медицинского института. И если для кого-то из ее сокурсников это были лишь мимолетные жизненные эпизоды, то для нашей собеседницы эти встречи стали судьбоносными. И не только в профессиональном плане, хотя здесь все сложилось благополучно. Нина Ильинична защитила кандидатскую диссертацию, много лет преподавала в мединституте. Главное, что сегодня ее жизнь связана с храмом и с храмом святителя Луки Крымского. И когда находишься под таким небесным покровительством, то вспоминаются уже не научные, не профессиональные, а духовные достижения святителя. Он сподобился святости, как претерпевший все до конца спасся. Из воспоминаний современников, из его личных воспоминаний, из многочисленных проповедей святителя мы можем увидеть, как именно происходило это спасение и соединение с Богом, что помогало ему, как поможет любому другому человеку, нести свой крест и исполнять заповеди Христовы, брать на себя его иго. Легко ли это? В одной из проповедей владыка Лука говорит, что это на самом деле легко. И он сам убеждался в этом на протяжении всего своего жизненного пути. Господь всегда поддерживает человека и помогает и укрепляет его, если только сам человек желает спасения, если сам он берет крест свой и следует за Христом. А мы, выучив сегодняшний урок, лишь добавим, если сразу последовать за Христом человек не может, пусть он поначалу следует за святыми его, пусть подражает им в делах земных, в профессии, а уж святые угодники Божии непременно выведут ищущего на путь спасения. Сежеин глядит по будущей и блажен Раме Божи обрящих глядача. Раме Божи Раме Божи Раме Божи